Привет-привет, моя любимая! Ох, печаль, печаль! Заполомили, заполомили доту боты, да, к сожалению, это так. В чем вся соль, друг мой, ты меня спросишь? Ну, дота игра все-таки популярная, как ни странно, она становится все популярнее и популярнее, да? Хотя мы с тобой знаем, что дота создана только для того, чтобы выбивать деньги, все, больше ни для чего не создана. И некоторые программисты, я вам говорю как программист, да, начинают писать какие-то программы, скрипты, ну, те же самые читы, но это другая история. Теперь начали, короче говоря, писать ботов. Что за боты? Это не те самые боты, которые вы думаете, есть боты официального от Valve, нет, там другая история. Там боты, которые типа имитируют человека для интересной игры, для тренировки. Здесь пишут ботов для минимальной имитации деятельности, то есть, все, что делает бот, встает на мид, ждет начала игры, идет в лес и там отдается. А ничто не напоминает, друг мой, нет? Нет, 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 не напоминает? Когда-то я писал программу ARX, как называется, ARX Love Priority. Я писал программу для Delphi, это программа, которая помогала сбивать низкий приоритет на автомате. Сейчас уже это не актуально, но тогда она работала великолепно. Суть программы была в том, что также абсолютно были боты, которые шли, ну, то есть, вы были, все это, за бота, да, то есть, вы могли отойти от компьютера, но это был ваш аккаунт. И программа управляла вашим героем, то есть, она отсылала его в лес, ваш герой там фармил или умирал, неважно. Для чего это делается? Для того, чтобы не кикало за АФК. То есть, если бы эти боты стояли здесь 5 минут, да, там, 4 или 5 минут, то кого-нибудь бы кикнуло за АФК. У них был бы низкий приоритет, им этого не надо. Потому что им нужно же набивать рейтинг, друзья мои. Поэтому они идут там в лес, неважно, главное, или чтобы они убили крипа в течение 5 минут, или чтобы их кто-нибудь убил. Вот они тут отдаваться идут. И что в итоге, смотрите, да? Я показывал вам статистику. То есть, например, в одной команде 3 бота, и в другой команде 1-2 бота. Теперь представьте такую ситуацию. Вы заходите в рейтинговую игру. Вам кидает 4 ботов, которые просто идут в лес, там, и фидят. Ваша реакция, друзья мои. Взрыв жопы. Вот какая ваша реакция. Как это работает? Как вот именно сейчас эти боты обузят? Для чего вообще это делается, да? Просто вот люди, у которых есть эти боты, которые шарят в этой теме, да? Они делают так. Они выбирают поиск сервера, например, Африка. Здесь игра идет на африканском сервере. Для того, чтобы было меньше народа. Это очевидно, да? Чем, например, на русских серверах, на европейских. И запускают туда боту. Один запустил второй, третий, четвертый, пятый, шестой. И получается так, что когда кто-то входит на рейтинговую игру, к ним попадают боты, которые просто фармят в лесу все время. Давайте перемотаем игру. Также я вам покажу еще и профили. Там много что интересного, друзья мои. Перематываем. 0.13, 0.11, 0.13, 0.11, 0.9. Тоти Тинни молодец, он мне так много фидил. Красавчик, красавчик. И вот, друзья мои, любуйтесь на это. Зашли вы поиграть в дотку. В рейтинговую игру прям попотеть, потестировать новую сборочку. И у вас 4 бота. Вот, вот такое вот дерьмо у вас творится всю игру. 40-50 минут. 40-50 минут, 4 дауна, на автомате фармят лес. При том, что это полные боты. То есть это не игроки, как раньше, да, которые там АФК. Это полные боты. Печаль, беда. Ладно, смотрим дальше, что у нас происходит. Мирана 0.28, 23, 24, 18, 17. Вот такие дела. Теперь, что мы делаем? Мы смотрим, друг мой, профиль. Например, Мирана. Ну, вы уже по никнеймам видите, да? Что-то просто рандомный набор букв генерируется. Смотрим профиль Мирана. Мирана, подружка моя, покажи, пожалуйста, ваши игры. О, неплохо, вполне неплохо. Неплохо, скажу я вам. А теперь, друзья мои, посмотрите внимательно. У вас же зрение более-менее хорошее, да? Тип игры, ключевое слово. Ну-ка, по буквам. Тип игры. Рейтинг, 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 рейтинг. Он говорит, о, ты неплохо, неплохо, сучка, неплохо. Огр Мак. Как вам такой набор ботов? Чисто в команде 5 ботов. 5 ботов. Напомню, это рейтинговая игра. Рейтинг. То есть здесь команда набирается рандомно у врагов. Рейтинговая игра, это не лобби. Хорошо, давайте мы глянем в другой профиль. Например, ну, кого? Например, вот это дерьмо Оракул. Кусок инвалида обоссанного. Смотрим игры его. Да, даже победа есть. Рейтинговая проигрыш, 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 проигрыш. И даже есть победа. А что за победа? Подождите. Так. Что? 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 Вы меня поправьте, подождите. Победила силы света. Силы света. Ни одного убийства. Бестова. Как, мать твою, пять обоссанных ботов, которые ни одного не убили, победили игру? А? Скажи, друг мой. Как это вообще вообразимо? Они ни одного не убили. Как они выиграли эту игру? Как силы света победили? Ну, я думаю, вы видите. Номер матча, можете сами посмотреть. Это, видимо, какое-то чудо. Чудеса. Как можно было проиграть пятерым ботам, которые ни одного не убили? Вот такие вот дела. К чему это видео? К тому, чтобы вы были готовы, если вы увидите такую тему, вы увидите наркоманов с такими никнеймами, которые ходят на автомате в лес. Можете на них не агресс. Это обоссанные боты. Это даже и не люди. К сожалению, да, это может прийти к тому, что просто дота полностью умрет. То есть вообще будет невозможно играть из-за того, что боты заполомили планету. Но такое, наверное, вряд ли будет, если валевые не начнут банить аккаунты. Да, я думаю, вот этих вообще можно было всех перебанить. Ну что это? Сразу очевидно. Заходишь в одну игру, здесь уже можно пять банов выдавать. Пять банов вот этим наркоманам. Просто выдать пять банов. И все. Перебаним все аккаунты. Но мы знаем, что валевые не любят банить, потому что если они кого-то банят, они теряют деньги, если они массово банят. Одного читера можно, а массово банить нельзя. Потому что деньги на первом месте. Вот, ходит ВД и убивает ботов в лесу. Ну ты хорош ВД, ты хорош. Ты, наверное, профессионал. Ты убил никчемного боссаного бота. Так что, друзья мои, делитесь другими, чтобы они были в курсе. И в комментариях напишите все-таки про эту игру. Вот просто ваше мнение. Как такое возможно, чтобы победила команда Силы Света, Силы Света у которых ноль убийств. Как это вообще вообразить?